Торецк под угрозой. Разгром вагнерыцев в Мали может повлиять на ситуацию на фронте в Украине. В России мигрантов принуждают подписывать военные контракты. Это итоги вторника, 30 июля от команды новостей Донбасса. Я Екатерина Ковальчук и мы начинаем. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик прямо сейчас. Ожесточенные бои идут уже в городской черте Торецка Донецкой области. Российская армия зашла на последние улицы Северного. Это крайний пригород. Об этом сообщают украинские военнослужащие, в том числе телеграм-канал Офицер Алекс. Судя по картам Дипстейт, серая зона быстро расширяется. Также бои идут на подступах к Железному. Россияне продолжают насыщать живой силой частную и многоквартирную застройку в этих населенных пунктах. В ближайшее время враг сосредоточит основные силы для захвата терриконов, шахты имени Артема и шахты Северная. В дальнейшем уже попытается зайти в город, а контроль над отвалами даст значительное преимущество. Центр противодействия дезинформации данные о присутствии россиян непосредственно в самом Торецке опровергает. По их данным, в город пытались зайти ДРГ оккупантов. Такие вылазки за последнее время участились. Военные аналитики опасаются, что после оккупации Железного могут попытаться ударить в тыл украинским военным в Нью-Йорке. По их мнению, это не только ухудшит условия для обороны поселка, но и поставит под угрозу окружающие восточные силы. Британская разведка прогнозирует, что в ближайшие недели Россия может продолжать тактическое продвижение. Однако общая оперативная способность России остается ограниченной из-за ряда факторов, среди которых высокий уровень потерь личного состава, ограниченная подготовка и нехватка офицерских кадров. В ведомстве отметили, что в июле оккупационные войска уверенно продвигались на север к Нью-Йорку, который находится на линии фронта с 2014 года. Покровское направление остается самым горячим участком фронта. Более полсотни атак украинские войска отбивают там только за одни сутки. Генштабе отмечают, что наиболее активные штурмы в районе Новоалександровки Желанного и Прогресса. Дипстейт зафиксировал продвижение россиян на Очеретинском выступе возле Тимофеевки, Прогресса и Константиновки. Также путинская армия не прекращает давить на Часавьяр и к северу от города в районе Спорного и Раздоловки. Под Курахово украинские десантники во второй раз массово разгромили колонну россиян. Отбивая очередной масштабный штурм, уничтожили десятки единиц техники, 12 бронированных машин, 8 танков, 9 мотобайков и багги. Были ликвидированы 36 оккупантов и еще более 30 ранены. В Донецкой области за эти сутки россияне убили 4-х человек, еще 5-ро получили ранения. В большинстве это жители Торецка. Также известно о погибшем в Гродовке. На село Рок, недалеко от Покровска, оккупанты сбросили авиабомбу ФАП-250. Там повреждены 12 домов. Ранения получил также житель Северска. А по освобожденному лиману россияне ударили 4-мя бомбами. Разрушены 3 многоквартирных дома и 2 админздания. Обошлось без пострадавших. Если вы, наш зритель, находитесь на оккупированной территории или в России, где заблокированы для чтения независимые СМИ, в число которой входят и новости Донбасса, то вот вам один из способов, как обойти блокировку. Загрузите и установите браузер СИНА, чтобы иметь доступ к правдивым и независимым информационным ресурсам. Инструкцию, как это сделать, мы оставим по ссылке в описании этого видео. После разгрома Вагнераса в Мали Россия может вывезти часть своих войск из Украины. Аналитики Института изучения войны предполагают, что африканскому корпусу может не хватать ресурсов для полной замены наемников ЧВК Вагнера из-за развертывания войск на севере Харьковской области. Масштабная замена Вагнера после таких потерь, как нанесенные во время недавней засады, вероятно, приведет к передислокации некоторых бойцов африканского корпуса в Мали, подальше от линии фронта в Украине. И российское военное командование, вероятно, не рассматривает полную замену Вагнера в Мали или где-нибудь в Сахеле, как приоритетную задачу на данный момент. По информации экспертов, несколько известных, критически настроенных российских военных блогеров утверждают, что Минобороны РФ сгородствуют из-за потерь ЧВК Вагнера в Мали. Они предполагают, что военное руководство использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания вагнерцев в Сахеле и полной их замены подразделениями африканского корпуса. Напомним, 27 июля сепаратисты Туареге продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной бойцов Вагнера в Мали. Бой состоялся на границе с Алжиром в прошедший четверг и пятницу. Только по подтвержденным данным погибли минимум 20 вагнерцев, а выжившие попали в плен. Это самые большие потери группировки Вагнера за время присутствия в Африке. Тем временем в самой России мигрантов морят голодом и избивают, чтобы подписывали военные контракты. Их незаконно удерживают без еды и воды. Рейды на мигрантов участились после теракта в Крокус-Сити-Холле в марте 2024 года. Как пишет российское оппозиционное издание «Окно», адвокаты и правозащитники заявили, что почти все задержанные соглашаются подписать контракты. Российские власти угрожают лишить их гражданства, оставят лишь в обмен на военную службу. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин 29 июля предложил депутатам Думы подготовить инициативу, которая потребует от новонатурализированных граждан России становиться на воинский учет после получения ими российского паспорта. Таким образом, российское правительство продолжает внедрять законодательные шаги, чтобы использовать мигрантов для своих целей, пополнять ими российскую армию. Этой ночью взрывы звучали в российском Курске. По данным региональных властей, силы ПВО якобы сбили 4 украинских ракеты и 19 дронов в небе над двумя районами. Информация о пострадавших не уточнялась. Взрывы звучали в районе аэропорта Курск-Восточный. Отметим, что Курская область за последние дни несколько раз находилась под атакой дронов. Силы обороны заявили о поражении ряда тяговых электроподстанций российских захватчиков в регионе. Кроме того, лишь сегодня удалось потушить пожар на нефтебазе, который возник еще 28 июля. А это все на сегодня. Как всегда, ждем ваши комментарии, поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра. Берегите себя.